Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarket, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarket с торговыми идеями, где на ежедневной основе мы размещаем и постим большое количество аналитического контента. От конкретных торговых рекомендаций с учетом технического анализа до фундаментальных постов, которые связаны с фондовым рынком. И, кстати говоря, фондовый рынок мы добавили, потому что были запросы с вашей стороны в качестве желания разнообразить ассортимент торгуемых инструментов. Сегодня, поскольку в понедельник состоится традиционный вебинар, правильный понедельник, в ходе которого мы обсудим ту тему, которая интересна вам. Поэтому в течение дня в нашем телеграм-канале мы проведем голосование, друзья, и предложим вам несколько тем на выбор. Соответственно, та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет центральной в ходе моего сегодняшнего выступления. Ну что ж, торговая сессия понедельника и в целом неделя. Начинаем ее неплохо, потому что нефть растет все дороже. 116-35 долларов за баррель уже в моменте. И фактически рукой подать до нашей долгосрочной цели в 120 долларов за баррель. Я не хочу совсем забегать вперед, но иногда хочется обозначить какой-то существенный прогноз, будучи полной решительностью, опять же, того, что этот прогноз реализуется. В отношении рынка нефти я считаю, что 120 долларов за баррель, друзья, мы с вами можем сделать даже в рамках этой недели. Учитывая, что сегодня-завтра состоится саммит ЕС, в ходе которого будут обсуждать очередной, шестой пакет финансово-экономических санкций против России, который, как вы знаете, включает также и потенциальное эмбарго на поставки российских углеводородов. Ну, давайте тогда продолжим с рынка нефти. Я хочу, чтобы вы помнили те факторы, которые ранее мы рассматривали в качестве тех, которые могут привести к росту нефтянки. Это ограниченное предложение топлива, бензина, дизельного топлива в США. Причем это ограниченное предложение фиксируется на основании данных по запасам нефти в США от администрации энергетической информации и с учетом того, что фактически каждый месяц на рынок выбрасывается большое количество нефти и статистических запасов в США. Сейчас рассматривается инициатива также продажи из федеральных резервов непосредственно самого топлива, бензина, дизельного топлива. Но я не уверен, что это решение будет принято. А если оно и будет принято, я не уверен, что в конечном счете оно сможет решить проблему дефицита предложения на внутреннем американском рынке. Сегодня выходной день в США, но я делаю акцент на праздник, день поминовения, собственно, не потому, что сессия обещает быть не совсем уж активной. Мы, в принципе, знаем, что в понедельник рынки не всегда динамично ходят, а на то, что после сегодняшнего праздника, после сегодняшнего дня официально можно будет говорить о начале в США сезона летних отпусков, автомобильных, активных автомобильных поездок, что, разумеется, априори будет предполагать рост спроса на топливо в тот момент, когда предложение этого топлива ограничено. То есть самый верный, самый правильный логичный вывод, который сейчас стоит сделать, то, что в ближайшие недели, даже месяцы, спрос на топливо будет расти. Это будет усиливать проблему с нехваткой предложений и толкать, друзья, котировки, нефтяные котировки, бренд WTI вверх. Второй фактор, на который я обращаю ваше внимание, это вот потенциальные ограничения на поставки российских углеводородов. Сейчас против выступает Венгрия, которой по расчетам потребуется до четырех лет, чтобы заместить поставки из России за счет альтернативных поставщиков. Но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн на прошлой неделе отметила, что на сайте ЕС серьезно будут обсуждать вопросы уже ведения эмбарго, причем решение может в конечном счете стать солидарным. Уж не знаю, как трактовать такие комментарии. Может быть, какими-то все-таки кулуарно идущими переговорами с Венгрией, которые убедят поддержать это эмбарго, потому что решение должно быть единогласным. Все 27 стран ЕС должны проголосовать за то, чтобы оно вступило в силу. Иначе, собственно, эмбарго как решение и как действие в отношении российского энергетического сектора не будет принято, не вступит в силу. Очень интересная неделя в связи с этим нас ожидает. И поскольку я все-таки, наверное, сторонник того, что какой-то вариант этого эмбарго вступит в силу уже в ближайшие дни, я, соответственно, рекомендую, друзья, вам недооценивать потенциал дальнейшего роста цен на нефть. Поэтому жду, собственно, 120 долларов за баррель. Многие, кстати, еще в ожидании заседания ОПЕК, которые состоятся на этой неделе. Но вы знаете, страны ОПЕК вряд ли что-либо согласуют в плане дополнительных объемов нефтедобычи. Их все устраивает. Они получают сверхприбыли при текущих ценах и не станут вмешиваться в текущую ситуацию, меняя соотношение баланса, спроса и предложения. Потому что не станут ограничивать себя в получении вот этой сверхприбыли. По другим финансовым активам. Австралии с против доллара 0,7169 ранее подсвечивала вам возможность открытия длинных позиций с целью 0,73. Так оно и есть. Остается актуальна эта сделка, потому что мы ждем заседания Резервного банка Австралии. И по аналогии с теми действиями, которые ранее принимались руководством Резервного банка Новой Зеландии, я всерьез полагаю, что и австралийский регулятор пойдет на агрессивное повышение процентной ставки. Сейчас в перспективе маячит для Австралии очень сильный рост инфляции. Я думаю, что выше 7% она точно будет. И, конечно же, с этой проблемой нужно бороться. Ранее, на прошлой неделе, Резервный банк Новой Зеландии повысил ставку до 2% и спрогнозировал, что будет повышать ставки. И дальше, до конца этого года, она будет повышена до 3,5% и к апрелю следующего года до 4%. Возможно, похожие темпы будут и для Резервного банка Австралии. Поэтому потенциал роста для этого инструмента сохраняется. Доллар канадец. Наша цель была 1,27. Друзья, мы ее сделали, поэтому всех вас поздравляю с еще одной отработанной идеей. Ставка ранее была как раз на укрепление канадского доллара, который точно заручится поддержкой сильных макроэкономических данных, отчета по инфляции, который повысит вероятность тоже ужесточения монетарной политики. И всегда у нас рядом была нефть, потому что нефть – это один из основных экспортных ресурсов для канадской экономики. И при быче динамике этого актива, конечно же, канадский доллар всегда в выигрышном свете смотрится. Дальше пару, предлагаю, оставить в покое. Будут интересные точки входа, либо какие-то фундаментальные возможности, я о них вам расскажу. Золото 1859. Растем, друзья, в соответствии с нашим прогнозом. Я был практически уверен, что мы на прошлой неделе сможем еще сделать цель 1880-1890, но вот транслируем ее на эту неделю. И потенциал этого роста сохраняется. Причем, если сопоставить динамику золота с фондовым рынком, золото по-прежнему смотрится довольно привлекательно, потому что золото реально приносит прибыль своим инвесторам. За последние 4 месяца, если посмотреть на то, что происходило с американским фондовым рынком, индексы Dow Jones, Nasdaq, S&P потеряли в диапазоне от 6 до практически 14%. Золото за этот период времени показало рост. Пусть и незначительный, ну там 3-3 с небольшим процентом. Это внушительный все-таки контраст с тем, что мы увидели в рамках американского фондового рынка. Поэтому золото сейчас, как по мне, сохраняет потенциал для роста, интересно для дальнейших покупок и до движения, к движению до той цели, которую я обозначил, возможно, опять же, в ближайшие дни она будет реализована. Европейская валюта 1.07.43. Пока что я удерживаю шорт, потому что считаю, что все-таки очень большой риск, связанный с вероятными последствиями стокфляции и рецессии. И, соответственно, пока что не поднимается рука, друзья, чтобы этот актив купить. По индексу американского доллара, как ранее уже с вами пришли к выводу, доллару теперь нужны фактические действия от американского регулятора. Поэтому две недели осталось для заседания Федрезерва. Ждем. Там будет ставка повышена, потому что протоколы, которые были опубликованы ранее, на прошлой неделе, подтвердили готовность американского регулятора к двум повышениям ставки на 50 байсных пунктов в июне и в июле. Также будет начата запущенная программа количественного ужесточения. Важно еще отметить, что на основании тех данных, которые вышли в США на прошлой неделе, это личные доходы, личные расходы. Они, может быть, и оказались хуже, чем значение двухмесячной давности. Но все равно цифры неплохие. Личные доходы выросли на 0,4%, личные расходы на 0,9%. И это статистика, которая снижает вероятность рецессии в США. А раз снижает вероятность рецессии, значит, делаем вывод о том, что пространство для действий для американского регулятора, оно расширилось. И ФРС теперь реально может вернуться снова к траектории роста процентов ставок, не опасаясь за какие-то негативные последствия, которые могут последовать от таких действий для американской экономики. Я трактую это как бычий сигнал, поэтому индекс доллара, как был в моем персонале торговых сделок, так и в нем остается. По поводу американского фондового рынка. 4172 пункта по S&P сейчас. И учитывая, что индекс ренчных настроений Кайма сейчас нам подает сигнал того, что было бы неплохо попытать удачу и возможность реализовать, возможность заработать на росте, предлагаю, друзья, временно отказаться от коротких позиций, S&P купить с целями 4300 пунктов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!